МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с главой Труновского округа Евгением Высоцким. Он был назначен на эту должность накануне. Впереди много работы на задачу номер один сейчас – борьба с коронавирусом. В округе оборудовали 40 специальных коек для зараженных. Тем, кто лечится на дому, лекарства доставляют участковые врачи и волонтеры. В больнице есть двухнедельный запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Проблем на сегодняшний день со средствами индивидуальной защиты нет. В стационаре двухнедельный запас медикаментов есть. Сегодня бывают проблемы у поставщиков по наличию тех же гормонов, антикоагулянтов, низкомолекулярных гепаринов. Но при отсутствии полном есть у нас резерв в Минздраве, Ставропольская края. То есть они нам помогают и взаимопонимание есть. Поэтому все необходимые лекарства на сегодняшний день есть у нас. Обсудили на встрече и другие вопросы развития округа. Важные перемены происходят благодаря нацпроектам. Завершилась реконструкция пяти участков дорог. В местной школе отремонтировали спортзал. Пять общественных пространств преобразились с помощью краевой программы поддержки местных инициатив. Владимиров призвал нового руководителя округа слышать людей и реагировать на их обращения. В том числе тех, что приходят во время прямых линий на своем ТВ. Пока что чаще всего жители волнуют тема водоснабжения. У нас программа по обеспечению бесперебыва водоснабжения в основном затрагивает капитальные объекты. То есть там, где не было воды, мы строим. Либо там, где сегодня каптажи упали, мы начинаем строить туда водоводу. Но я тебя прошу, мы все равно следующий шаг будем делать, связанный с ремонтом существующих водоснабжений, чтобы Турновский муниципальный принял в этом направлении участие. В Предгорном районе завершается строительство детсада на 160 мест. Новое дошкольное учреждение возводят станицей Сентукской. Детсад рассчитан на 8 групп. В нем оборудуют бассейн, физкультурные и музыкальные залы. Сейчас на объекте специалисты занимаются внутренней отделкой цокольного этажа. Также идет подготовка к установке кровли и монтажу перекрытия. Сад строят по госпрограмме комплексное развитие сельских территорий. В Ипатово модернизируют котельную. Ее ввели в эксплуатацию в 1987 году. Однако сооружение износилось. 15 миллионов рублей направят на доработку и замену оборудования. Все это обеспечит нормальную температуру в многоквартирных домах и центральной районной больнице. На отрезке региональной трассы Светлоград-Благодатной обновили 2 километра покрытия. Специалисты привели в порядок наиболее разрушенный участок дороги. Там уложили два слоя нового асфальта и нанесли свежую разметку, а также укрепили обочины. Все работы прошли в рамках краевой программы развития транспортной системы.